Кому яблоко на голову упало? Про физику говорим. А, про физику? Ну. Ему на голову яблоко, бэм, и он, опа. Все, там, физика, формула сразу же, все, там, закон, первый, второй, третий. Фрекинштейн? Нет. Луна, вокруг солнца, все. Поэтому день сменяется ночью? Да. Причем тут луна-то? Приветики, меня зовут Евгений Ширяев, негодяй ты вы! Отвечаешь на пять вопросов, тысяча рублей получаешь. Физика? Физика? Да. А не, не скажу, что прям легкотня, но буду подсказывать. Ляжка кипит, потому что реклама в этом выпуске, короче, есть. Там нормально бабуга закинули вообще. Поэтому сегодня готов раскошеливаться. Прежде чем мы начнем тест, для чего тест? Если ты на него не ответил, то, как бы, смысла нет работать дальше. По башке кому там яблоко? Адаму. Нет, это физика. Кому яблоко на голову упало? Про физику говорим. А, про физику? Ну. Ему на голову яблоко пел, и он, опа, все, там, физика, формула сразу же, все, там, закон, первый, второй, третий. Фрекенштейн? Нет. Ну, он там сидел, типа, по дереву, ему петь яблоком по башке. Ну, все. Ну, как все? Я не знаю. Исаак! Исаак. Яблоком? Да. Физика. Физик. Ты знаешь ответ? Исаак. Блин, я не помню. Как по-английски новый? А мы не изучаем английский. Как по-английски новый? New. А этот чувак Исаак. Ривич. Не, не знаю. Ньютон. Да. Ньютон. 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 Исаак. Ньютон. Ребят, ну это Исаак Ньютон. Да. Ну, ребят, не получилось маленько. Все, спасибо, от души что. Почему день сменяет ночь? Что там происходит? Клим... Ну, это климат, да? Ну, а что климат-то? Ну, а... Землей что происходит? А, крутится земля. Вокруг чего? Вокруг солнца. И что, из-за этого сменяется этот самый день и ночь? Ну, пуляса меняются. Давайте-ка разбираться. Луна вокруг солнца. Все. Поэтому день сменяется ночью? Да. Причем тут луна там. Слышается солнце в центр, земля вокруг него вращается и происходит смена часовых поясов. Земля идет по... вокруг солнечной системы и... Вокруг солнечной системы. Ой, наоборот. Есть солнце? Да. Есть земля? Да. Сейчас день? Да. Почему? Сейчас день? Да, сейчас. Потому что солнце... Ну, сейчас на данный момент. Да, сейчас день. Почему? Потому что солнце... Ну, потому что солнце на другой стороне планеты. По сути. Земля крутится вокруг солнца. Земля крутится вокруг солнца. Да. Здесь луна, да, действительно не то. Что? Действительно не то, что луна... Причем здесь луна. Еще есть варианты какие-нибудь? Все. Ты согласен с тем, что земля проходит вокруг солнца за 24 часа? Нет, это же 12 часов. За 12 часов? Да. Если в сутках 24 часа, то по твоей логике получается, что земля вращается вокруг солнца, например, за 12 часов, потом она поворачивается боком и ночь. Еще есть варианты? Все. А что если я скажу тебе, что земля проходит вокруг солнца за 365 дней? А, да. Ну, почему сейчас день? Ну... Сейчас светло на улице. Почему? Ну, потому что... Солнце где? Наверное. А когда ночь будет, где солнце будет? Снизу. Ну... Наверху. Получается, вращение как происходит? Есть солнце, есть земля. Земля вращается сама вокруг своей оси. Ага. И происходит вращение вокруг и солнца. Нет, во-первых, солнце крутится вокруг своей оси. А, все, так вот и все. Вот есть земля, шарик, и он вокруг своей оси крутится. Поэтому сейчас мы повернуты на солнце, а потом мы поворачиваемся. В Америке будет солнышко, а у нас будет темнота. Да, я понял. Вот такой прикол. Все просто там как-то крутится и между собой связано. Насрать. Да. Давай вопрос номер два. Один мультимега-миллионер заплатил мне лавандосик для того, чтобы я сейчас спич свой толкнул. Короче, мужик-миллиардер. Снял клип. Игорь Рыбаков, миллиардер, филантроп. Филантроп не нравится это слово, хотя вот тут не написано. Филантроп, сооснователь компании Техниколь. Николь, мне уже нравится вот это название. Они запарились по сценарию. Снял клипец, туда вписал известных блогеров. Там Давыдович, Трансформатор у него там играет в этом клипе. Первый в мире благотворительный клип. Я, честно говоря, в недоумении. Почему этот клип благотворительный? Был бы я миллиардером, я бы снял бы что-нибудь почетче, брат. Че к чему вообще? Че как? Зачем? Если бы я играл в клипе, бомба была бы клип, бомба. И говорю, что ты красавчик. Но в следующий раз, когда снимаешь клип, как подтягивай, ну, профессионалов. Короче, посмотрите клипец, сами там напишите, че думаете, свое мнение. Не зря же ловышку мне закинули. Физика. Какая там палочка? В смысле? Ну вот труд-то палочка обычная. Волчок, волчок. Лежат на столе разорванные листочки. Ты взял эту палочку, взял черстяную какую-то такую мохнатку. А-а-а. Набубенил. И вот все там к ней. На букву Э. Э. Этеболовая? Нет. Э-ба. Эбонитная. Эбонитовая. 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 Эбонитовая палочка. Эбонитовая. 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 Эбонитовая, да. Эбонитовая. Ладно, нормально, едем дальше. кто подарил нам термин физика термин физика давай откуда это пошло потом откуда обычно все это идет древнегреческий древнегреческий плутон плотон да это его учитель них там вась-вась конечно были таки не очень история но он всегда про него отзывался очень хорошо это дядька внес вклад в большой философию во-первых и биологии и физика и много чем там про что базе ну как красавчик сам по себе саша македонского знаешь врубайте кто такой парень да вот в общем это дядька был учителем сани македонского если бы не он саши македонский таким грамотным челиком бы не был последний три буквы это у него прям красивая ель ой господи а и в конце ель а мне стель нет сейчас скажу аврей ауре это такой новые ареста Аристотель. Да. Аристотель. А теперь 100 Аристотель. Ну, в целом нормально. Засчитаем. Поехали дальше. Уравнение Эйнштейна. Помнишь? Е равно МС2. Да, ты молодец. Супер. Что это значит? Что это такое? Ну, это таблица. А то все знают. Это таблица Менделеева, по сути. Ну, так-то. Это соединенная таблица Менделеева. Ну, так-то. Не могу. Я не знал, что будет такой холод. Ну, что это значит? Е. Что такое Е? Е это энергия. Энергия. То есть Эйнштейн говорит нам всем, такой он умник. Энергия равно и МС2. Что? Сопротивление? Своими словами просто. Ну, энергия зависит от того, чем больше масса, тем больше скорость. Чем меньше масса, тем меньше. А где в уравнении говорится про большую массу или променьшую массу? Как его звали его еще? Энштейн. Энштейн. Ну, закон Энштейна значит. А про что это? Ну, вот, что вот эти буквы мне дают? Приготение. Приготение. Ни хера не приготение. Ну, хорошо. Мы знаем, что Е это энергия. Мы это масса. С квадрата скорость света. И что? Ну, скорость, она на массу. Вот я вот ребенок, например, и говорю, папа, а что эти вот за буквы-то такие? Хер ли они значат? А он мне говорит, сынок, ну, говорит, Е это энергия, М это масса, а это скорость. Я говорю, и что мне? Что мне дальше с этой вот херней делать-то? Как мне жить-то? Объясни мне своими словами. Масса равна, короче, уровню скорости. И чтобы мне, Жеке, стать энергией, что мне нужно сделать? Нужно двигать скоростью света. Все. Если сейчас вот я беру вам и даю пня жесткого такого, что вы летите со скорости света, тогда вы превращаетесь в энергию. В энергию. А, ну, да, все, энергия. Вот такая хрень. Понятие растяжимое. Это уравнение, которое ты сейчас назвал. Да, с этим, ну, просто уже немножко о таком говорю. Круто. Знали об этом? Нет. Айнштейн об этом замутил в 1905 году, почти сотку лет назад, даже больше. Раздел физики, изучающий явления, свойственные микромиру. Другая вселенная, внутренняя вселенная. Этот раздел называется... Когда ученые познакомились с микромиром, залезли в атом, увидели субатомные частицы. Увидели все это на уровне маленьком, и открылась новая вселенная. Нано. Вот наша вселенная, это такая же вселенная, только она... Гораздо меньше, чем... Гораздо меньше. И это физика какая? Бро, давай, натыщенку. Ох, так. Пять секунд тебе. Раз, два, три, четыре, пять. Квантовая. Кван... Два. Свет, я облажалась. Я попробовала, и это тоже хорошо. Ты попроб... Вот ты молодец. Ты правильно рассуждаешь? Попробовал, и хорошо. А вот сейчас подходил к ребятам, они зассали. Знаешь, что сказали? Мы твои ролики смотрели, мы не хотим показаться, типа, глупыми. Сыкунишки. Что, запарил я тебя немножко? Да, да. Я что, спотел. Спотел? Да. А что, в натуре надо на этот самый? На жетон в метро? В натуре, да? Да, баба ведь надо было. Ну, сейчас, конечно, я может это... Спасибо. Мы даем деньги за знания. Спасибо. Ну, дай бог. У меня с Витикой всегда было плохо. Сказали бы там по истории что-нибудь. Это в другой раз. Все, счастливо. Ну, давайте. Давайте. Короче, если ты думаешь, что ты знаешь ответы на все вопросы, и, типа, ты бы ответил бы, угадал бы все вот как два пальца, можно проверить в Инстаграме в моем? Что ты там трясешься? Ты заходи ко мне в Инстаграм. Каждую неделю я делаю прямой эфир, где я вопросы задаю и плачу бабки за правильный ответ. Поэтому там не умничай особо в комментариях. Просто в Инстаграм подписывайся и там разберемся, кто здесь вообще. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok